Здарова домкраты! Сегодня мы с вами изучим швунг толчковый. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Данное упражнение является одним из основных способов толчка с груди, так как некоторые атлеты предпочитают швунговать, вообще не используя толчок в ножницы. Для тех, кто толкает в ножницы, данное упражнение будет являться подсобным в подготовке. Итак, рассмотрим основные технические нюансы в данном упражнении. Начнем со стартового положения. Первое. Расслабьте руки. Почувствуйте, как лежит штанга на ваших плечах, и вся его тяжесть уходит в середину стопы. Первое. Отведите таз назад, прогнув поясницу, широчайшие мышцы расправьте и сделайте вдох. Второе. Совершите полуподсед, немного согнув ноги, разводя колени в стороны и не отрывая пяток. Чувствуйте полную стопу. Амплитуда подседа примерно от 1,5 до 1,4 от полного низкого седа. Третье. Жестко остановитесь с самой нижней точки полуподседа, чтобы разогнать штангу обратно вверх. Движение начинайте выпрямлением коленного сустава, а не тазобедренного. Таз по-прежнему сзади, поясница прогнута. Совершите мощный посыл штанги вверх за счет ног, а не сжима руками. Четвертое. Сделав посыл, совершите уход под штангу, разбрасывая ноги в стороны, в полуприсед или стойку. При этом таз отведен назад, сохраняется полная стопа, плечи прижаты к ушам, фиксация на прямые руки. Данное упражнение в качестве подсобного я рекомендую выполнять с весами от 70 до 80%, от 2 до 4 повторений в 4 рабочих подходах. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, видео было полезным и интересным. И ваш толчок с груди улучшится после данного видео урока. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов. Редактор субтитров А.Семкин